Всем привет, с вами проект Ferrum.com и я Сергей Шихайлов. Сегодня я назову вам 5 причин, по которым стоит отказаться от приобретения новоиспеченного LG G3. Первая причина не доставать денежку из-под подушки – корпус устройства. Нет, вы не подумайте, собран он неплохо и выглядит вполне выразительно, но вопрос о его практичности остается открытым. Поцарапать это пластиковое чудо труда не составит. К примеру, образец, которым мы располагаем, побывал на тестировании у наших коллег и уже успел обзавестись увечьями. Конечно же, люди аккуратные, скорее всего, будут с трепетом относиться к этому кусочку пластика или же чехлить его, но нежность этого полимера все же вызывает некое недоверие. Вторая причина не покупать LG G3 носит несколько религиозный характер. Нынешние тенденции рынка составляют все большее количество производителей увеличивать диагонали дисплеев в их флагманских смартфонах. К примеру, немалоизвестный 5-дюймовый SGS4 перерос в 5,1-дюймовый SGS5. 4,7-дюймовый HTC One M7 эволюционировал в 5-дюймовый One M8. Ну а что же оставалось сделать бедолагам из корейской компании LG? Ничего, трендам надо соответствовать. Вот и получилось, что новенький G-смартфон получил аж 5,5-дюймовый дисплей, что на треть дюйма больше, нежели у его предшественника. Дисплей сам по себе очень клевый, естественная цветопередача, отличные углы обзора и Quad HD разрешение. Но вопрос диагонали остается открытым. 5,5-дюйма это вам не цацки-пецки. Вместо того, чтобы выпустить на рынок крутой смарт, лыжники создали очень крутой фаблет. Ведь согласитесь, 5,5-дюймовая лопата это уже не смартфон. Пользоваться таким устройством одной рукой неудобно. К примеру, я за неделю наловчился, но все равно хочу вам сказать, что подобные манипуляции со смартфоном требуют некой акробатики и граничат с понятием комфортность. Конечно же, кто-то скажет, а я вот привык. Ну что же, я искренне за вас рад. Всем остальным напомню народную мудрость. Каждая жаба свое болото нахваливает. Третья причина не наилучшим образом работающая оболочка устройства. Да, она стала более изысканной. Да, она сохранила функциональность. Но, как говорится, есть одно долбанное но. Она лагает. Иногда не совсем плавно листаются рабочие столы, а иногда как-то нехотя грузятся из коробочные приложения. Конечно же, мы уповаем на программные фиксы, которые обязательно придут по воздуху на это устройство. Вопрос лишь в том, когда четвертая причина не покупать самый свежий смартфон из линейки G от LG – уровень его автономности. Устройству с огромным трудом удается прожить чуть более суток от своего немаленького аккумулятора на 3000 мАч. Все основные конкуренты смартфона живут, как правило, на полдня больше, что в принципе легко можно назвать приятным бонусом. Мало того, несомненно, огорчает и тот факт, что предшественник этого гаджета LG G2 числился в рядах долгожителей. Ему удавалось и 2,5 дня протянуть от полной батарейки. Вы скажете, надо поменьше зависать в игры, смотреть фильмы в высоком качестве, да и передачу данных по сотовой сети неплохо бы выключать, когда не пользуешься трубкой. В целом логично, но зачем же ее тогда покупать? Завершающая пятая причина правильно будет воспринята не всеми, но все же. Сейчас на украинском рынке присутствуют две модификации LG G3. Первая с 3 гигабайтами оперативной памяти и 32 гиговым носителем. Вторая с 2 гигами ОЗУ и 16 гектарами встроенной памяти. Процессор, независимо от модификации, будет один и тот же, четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 801 с видеоядром Adreno 330. Но в самое ближайшее время корейская компания обещает показать свету новое творение. G3, работающий под управлением 805 Snapdragon с видеоускорителем Adreno 420. Объем оперативки составит 3 гигабайта. Так зачем же покупать это устройство, если через каких-то два, максимум три месяца, оно уже перестанет быть стопроцентным флагманом? Вопрос? Вопрос. Вы услышали 5 причин не покупать LG G3. Если вы желаете узнать иную точку зрения, милости просим в описании этого видео. Там есть линк на материал, посвященный самым сильным его сторонам. Редакция Ferrum.com выражает огромную благодарность интернет-магазину Manzana.ua за предоставленный на тестирование гаджет. Линк на продукт в описании. Это было видео на сайте Ferrum.com. Мы ждем ваших пальцев вверх, подписок на канал, а также в гости на нашем сайте и в группах социальных сетей. Всем спасибо за просмотр. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА